Тюльпаны Популярны также нарциссы, гиацинты, ну и различные мелколуковичные растения Однако тюльпаны по-настоящему короли весеннего сада На сегодняшний день разнообразие сортов тюльпанов просто колоссальное Для тех, кто хочет вдохновиться разнообразием сортов, получить какие-то идеи по поводу посадок Могут заглянуть в парк Кёкинхоф, который располагается не так далеко от Амстердама Много фотографий, много видео, много материалов об этом парке вы легко найдете в интернете Уверен, что виды этого парка и способы посадки тюльпанов, размещения расцветок, окрасок, создания миксов Без сомнений вдохновят вас на посадку этих растений Даже если на сегодняшний день вы еще не приняли окончательного решения Ну а если уже луковица тюльпана у вас в руках, тогда давайте продолжим смотреть наши выпуски И поговорим о качестве луковицы На что следует обратить внимание, когда вы приобретаете луковицу В первую очередь, конечно же, на размер У тюльпана, чем крупнее луковица, тем более крупным будет растение и тем более крупным будет цветок Однако же, разные сорта характеризуются разным размером луковиц Вот такими крупными луковицами зачастую характерны дарвиновые гибриды, ранее простые тюльпаны Махровые тюльпаны, пароттюльпаны, которые попугайные, ну и другие высокие тюльпаны Вот эта вот луковичка, вот такой размер луковицы характерен для различных ботанических тюльпанов Поэтому, если вы заказали красивые тюльпаны и вам пришли вот такие луковички Не смущайтесь, не удивляйтесь, это нормальный размер луковицы В то же время, у крупных луковиц имеется и большой недостаток Они быстро стареют и могут развалиться на детку после первого же цветения Поэтому на второй год вы можете не получить хорошую качественную луковицу, а получите детку В этой связи, при выборе размера луковиц, соблюдайте баланс между вашими желаниями Желанием получить крупные мощные растения и желанием как можно дольше поддерживать свой собственный материал Если эта луковица одноразовая, отцвела и забыл, ну в лучшем случае оставил ее в земле без выкопки Может быть она подцветет второй год В этом случае выбирайте как можно большего размера луковицы Если же вы хотите ее выкопать, сохранить, посадить и так можете с ней обращаться много лет В этом случае выбирайте луковицы помельче, более среднего размера У добросовестных поставщиков могут быть луковицы в одной партии немножечко разного размера Они могут колебаться, например, от 12 до 14 сантиметров в окружности Тогда они обозначаются как 12-14 или 10-12 или 12+, то есть более 12 сантиметров в окружности Ориентируйтесь на эти цифры, когда выбираете тюльпаны Обратим внимание на внешний вид Луковица у тюльпана устроена примерно точно так же, как у репчатого лука Если ее разрезать пополам, то там внутри вы найдете ряды чешуек В этой связи вот эта верхняя, самая мощная чешуйка является очень важной Ведь чешуйки луковицы являются местом запасания питательных веществ Тех веществ, которые обеспечат рост корней и стартовый, главный рост самого растения в весенний период после перезимовки От того, насколько хорошо сохранилась особенно верхняя кроющая чешуя Будет зависеть и успех выращивания тюльпанов, мощность их цветения и красота цветков Поэтому очень важно посмотреть, являются ли ваши луковицы здоровыми Найти идеально гладкую, идеально здоровую луковицу без каких-либо повреждений практически невозможно Я изъездил всю Голландию в поисках хороших, качественных луковиц Я смотрел очень многие хозяйства, очень многие торговые фирмы Был в полях, где выращивают тюльпаны На самом деле очень много видел в хозяйстве различных вариантов Могу вам сказать, что на сегодняшний день найти абсолютно идеально здоровую луковицу практически невозможно Это издержки длительного массового производства луковиц в Голландии, да и в других странах Но на самом деле не все повреждения, которые вы можете найти на луковице, являются опасными Самыми опасными повреждениями являются те, которые дают мокрую гниль То есть луковичка делается мягкой, продавливается, при нажатии на пятнышко выделяется сок Может появиться такой неприятный запах, вплоть до зловония Ну, что-то осочиться оттуда может Такие повреждения характерны для мокрой гнили, для гнили, которые вызываются фузариозом Такие луковицы лучше не высаживать вовсе При всем том, могу вам сказать, что до покупателя подобного рода луковицы не приходят Они очень тщательно отбраковываются на уровне производителя Второй тип повреждения, это сухие повреждения Такие небольшие, большего или меньшего размера, сухие пятнышки Это заболевание называется сухая гниль Надо отметить, что ни одно из заболеваний, характерных для луковиц тюльпана Не относятся ни к карантинам, а также не нормируются при сертификации Или при оценке качества этого посадочного материала Поэтому, на самом деле, в магазине могут появиться также и луковицы Но с какими-то такими более или менее серьезными повреждениями Безусловно, необходимо выбирать те луковицы, у которых повреждения наименьшие Занимают наименьшую площадь Но даже если повреждения у вас есть, ничего страшного Я сейчас расскажу вам, что с ними делать для того, чтобы иметь успех в выращивании тюльпанов В первую очередь, обратите внимание, насколько важно наличие кроющей чешуи Вот здесь вот, в одной области, вот здесь в этой области кроющая чешуя отсутствует И здесь уже имеется наличие вот таких вот повреждений сухой гнили При всем том, если удалить эту чешую, то под ней обнаруживается вот уже такая вот красивая, здоровая ткань Все дело в том, что чешуя защищает луковицы от механических повреждений От ранних атак возбудителей Поэтому, чем более сохранная чешуйка, тем лучше Вспомните, мы говорили с вами об этом, когда говорили о посадке чеснока Несмотря на то, что многие считают возможным удалить вот эту кроющую чешую зубчика чеснока Считают, что так они могут лучше рассмотреть состояние луковицы Отбраковать какие-то из них, эти зубочки с повреждениями На самом деле, чешуйки защищают и от механических повреждений И от атак болезней, и от атак вредителей А вредителей хватает и у чеснока, но и у тюльпанов более чем Ими любят лакомиться всевозможные почвенные личинки Насекомые, и в том числе и нематоды, черви и так далее В то же время, когда вы очистите луковичку от чешуи Вы можете увидеть и какие-то более масштабные повреждения Вот здесь я вижу, например, такой зеленоватый налет Это налет грибка пенициллума Он зеленоватый Как правило, пенициллум не является основным возбудителем болезни тюльпанов Он является вторичной инфекцией Если тюльпанчик хранится вот в таком пакетике Что чаще всего бывает при покупке тюльпана в магазине С такой красочной упаковкой Или же при пересылке почты при покупке в интернет-магазине То при повышении влажности может возникать вот эта пенициллезная гниль Пенициллезная гниль сама по себе не является агрессивным заболеванием тюльпана Поэтому бояться ее очень так активно не надо Но вот она поселилась здесь на сухой гнили На той гнили, которую вызывают грибы тифулия И это уже не очень хорошо Потому что если повреждения значительные Скажем, более половины вот этой верхней кровящей чешуи Самой верхней вот этой вот сочной чешуйки В этом случае, конечно, вы можете посадить такую луковицу И получите цветочек Но вам необходимо абсолютно точно провести защитные мероприятия Вот если у вас повреждения вот этими болезнями Менее 50% поверхности вот этой верхней кровящей сочной чешуи В этом случае вы можете сажать луковицу Так как вы ее получили без всяких протравлений Без всяких обработок, без всяких заморочек Если же суммарно больше А вот здесь у меня больше Вот здесь у меня зона повреждения И вот здесь механические повреждения были И какая-то микрофлора уже заселилась В этом случае обработку необходимо обязательно сделать Конечно, даже в гипермаркете вы случайно можете взять упаковку Где внутри может находиться уже мумифицированная высохшая луковица Конечно, такие луковицы уже не жизнеспособны И от них стоит избавляться Не стоит такими луковицами засорять свою землю Ну, какие же методы протравливания лучше всего применить? Поскольку вот сейчас уже конец октября Хотя в Беларуси стоит очень теплая погода Но холода и морозы не за горами В этой связи вот при таких поздних посадках Луковиц, даже и лука сивка, и чеснока Может кто-то в эти поздние сроки еще будет сажать Использовать биологические средства защиты я не рекомендую Почему? Потому что все-таки температура почвы Сейчас начнет стремительно опускаться ниже 10 градусов А в этих условиях биологические средства защиты Являются не такими уж эффективными Вторая группа препаратов, которые я не рекомендую Это химические препараты типа Максим и прочие другие протравители Дело в том, что эти препараты работают только в стадии активного роста гриба Поскольку опять же мы посадим эту луковицу в почву прохладную Наступит холодная погода И эти препараты до весны не сохранятся Размоются почвенным раствором Просто распространятся и концентрация упадет И они утратят свою эффективность А гриб этот как раз начнет разрастаться не сейчас, не осенью, не в холодное время А как раз весной, когда он сохранится на этих чешуйках И начнет вредить уже весной перед цветением Поэтому очень важно провести такую обработку Которая уничтожит гриб на всех стадиях его развития То есть и споры, и мицели, и покоящиеся стадии, и активные стадии Самое простое это сделать крепкий раствор железного или медного купороса Для чего нужно взять чайную ложку медного купороса И растворить примерно в стакане воды Или такую основательную столовую ложку железного купороса И растворить в 400 мл воды теплой Туда можно погрузить луковицы на ночь, на сутки, на двое даже Чтобы они как следует пропитались И потом высаживать Это хорошая фунгицидная обработка Если же вы хотите как бы локально протравить эту луковицу То я вам рекомендую следующие способы Первый способ очень простой Если луковиц у вас немного Ну может у вас всего-то 10 штучек И разводить по пол литра железного купороса Вы может быть посчитаете не так рационально Можно взять обыкновенную зеленку Бриллиантовый зеленый Смочить ватный диск Только не разбавлять в воде Не капать там 10 капель на ведро воды Этой зеленкой для какой-то обработки А вот просто такой вот зеленкой Без всякого разбавления Промазать вот эту луковичку Вот это место повреждения Как следует промазать Для того чтобы максимально Зеленка эта проникла внутрь Внутрь этого повреждения И соответственно обезвредить Все микроорганизмы И основные патогенные И сопутствующие Которые уже на поврежденную патогеном ткань Засели Чтобы их всех уничтожить Вот таким вот образом подготовленная луковица Вполне является нормальной для посадки в почву Поскольку эта луковица находится не на свету А зеленка очень быстро разлагается Разрушается на свету Поскольку мы усадим ее в землю В этом случае вот этот состав зеленки Он пропитывает ткани И не будет долгое время разрушаться И сохранится вот эта зеленка Здесь все протравится прекрасно И уже можно сказать Что здесь патогены После такой вот даже кратковременной выдержки Погибли от спирта От самой зеленки В альтернативу зеленке Можно взять аптечную настойку йода Только тоже не разбавляйте ее ни в чем Вот просто берите как она есть И вот так вот Ваткой пожалуйста промакивайте И тот и другой и третий способы Являются вполне достаточными Для того чтобы в полной мере Избавить луковицу тюльпана От развития весенней инфекции Кроме этого Если повреждения на луковице Такие значительные Более 50% Я вам еще рекомендую Смазать ее сверху Следующим составом Ее очень хорошо Вот после такой обработки Сделать на ней Такую особую гидрофобную пленочку Эта гидрофобная пленочка Защитит саму луковицу От проникновения из почвы Туда различных патогенов Ведь вот эти места Места где инфекция уже имеется Они очень уязвимы Для того чтобы почвенная вредная микрофлора А также различные вредители Туда ринвились Конечно многие вредители Уже сейчас в осенний период Мигрировали на глубину И они уже эту луковицу не достанут Но они прекрасно вылезут голодной весной И нападут на вот эти вот луковицы Мой гидрофобный состав Будет состоять из растительного масла Любого Смешанного пополам С живичным скипидаром Это очень хороший состав Эти два вещества Очень хорошо смешиваются Вот я их смешал И вот так вот легонечко Легонечко Просто я кисточкой провожу По самой луковичке Он не токсичный этот состав Что он делает? Ну во первых он защищает луковицу В осенний период От атак каких-то вредителей Почвенных Вот сейчас достаточно хорошая Теплая погода И еще есть некоторое количество суток На то чтобы Какие-то почвенные вредители Могли туда внедриться И повредить эту луковицу Это первое Второе Сам по себе Живичный скипидар Содержит достаточное количество Антисептических веществ Ведь он является сильным растворителем И попадая на гифы грибов На споры грибов Он туда проникает Разрушает Их важные Жизненно важные структуры Таким образом Способствует дезинфекции Всей луковицы В целом Поэтому вот эта пленочка Которая сохранится на луковице Достаточно длительное время Будет ее Очень хорошо защищать В почве До самой весны Технология посадки Самих луковиц Является совершенно простой И мало отличается От технологии посадки Чеснока Технологии посадки Лука-севка Под зиму Состоит она в том Чтобы сделать Хорошую заправку почвы И заправку Осенью надо сделать Прежде всего Фосфорными удобрениями И удобрениями калийными Как альтернативу Калийным удобрениям Можно внести Печную золу В дозе примерно 500 грамм золы На 1 квадратный метр Ну а суперфосфат Двойной Можно внести В дозе 20-30 грамм На 1 квадратный метр С обязательной Заделкой в почву Ложе Для посадки Луковиц тюльпана Необходимо подготовить Также заранее В силу того Что у тюльпана Корни прямые Не ветвящиеся И будут выходить Вот отсюда Из донца В этой связи Необходимо Чтобы ложе Было рыхлое Если у вас Длинистые почвы В этом случае Необходимо Подсыпать туда Либо компост Легкий Либо торф Раскисленный Либо даже Просто песок Чтобы там не было Застоя влаги Чтобы там не было Уплотнения грунта Чтобы корни Нормально Стартанули Развиваться Потому что Если у вас Снизу Плотная почва А сверху Вы засыпаете Легкой У вас корни Начинают отрастать И луковица Может мигрировать Вверх Если погода Продержится Теплой В этом случае Луковица Может выталкиваться На поверхность Корнями И подниматься Немножечко вверх Что будет влиять Негативно На ее Перезимовке И дальнейшем Развитии Цветков Следующее Что необходимо Сделать Я всегда При посадке Осенней посадке Луковичных Вношу В лунки Табачную пыль Табачная пыль Сохранится До весны В этих лунках И будет Предохранять В ранний Весенний Период Тюльпаны От атаки Нематод От атаки Почвенных Вредителей Ну и Соответственно Оттянет тот Период Защиты Тюльпанов Хотя у них Вредителей Не так много Тех которые Повреждают Снаружи Тюльпаны Но вот как раз Почвенных Вредителей Которые любят Эту луковицу Ею полакомиться Очень и очень Много Поэтому Защищать Эту луковицу Необходимо Это прием Дешевый Но при всем том Весьма Эффективный Хорошей Горсти Вот такой Табачной пыли Глубина Глубина Посадки Тюльпана Это 2 3 4 Высоты Луковицы То есть Минимальное Заглубление Вот этой Луковицы Это Раз и Два Вот на Такой Глубине Тюльпан Должен Должен Находиться Если Вы Посадите Его Глубже Он Зацветет Позже Ну Выше Я Не Рекомендую Сажать В умеренной Зоне С морозами Поскольку Все таки Это Негативно Сказывается На Перезимовке Самих Тюльпанов И на Плохом Их Цветении Но Вы Можете Посадить И на 3 И на 4 Глубины Таким Образом Даже Из одного Сорта Вы Можете Создать Нежели Чем Если Все Луковицы Посадить На Одну Высоту Что ж Подбирайте Сорта Тюльпанов Для Цветения Их Можно Высадить Под деревья Их Можно Высадить Где-то В портере Красивом Если Это Какие-то Торжественные Такие Тюльпаны Их Можно Посадить На Альпийской Горке Вот такие Ботанические Тюльпаны Их Можно Посадить В любом Абсолютном Месте Участка Потому Что К Началу Июня От Них Уже Придется Избавляться Их Надо Будет Выкапывать И Занимать Это Место Растениями Которые Породлят Декоративность Нашего Сада О чем Мы Безусловно Еще Поговорим С вами Не раз На этом Я Прощаюсь С вами Буду Рад Вас Видеть У нас На Канале Постоянно Пожалуйста Задавайте Свои Вопросы Буду Всегда Рад Всего Хорошего